В Балхашском городском суде рассматривается дело об убийстве бизнесмена Владимира Крюкова. Для современного Казахстана это обыденное и даже заурядное событие, если бы не некоторые обстоятельства. В тот злополучный вечер 29 ноября 2013 года Владимир с помощником разгружали привезенный товар во дворе магазина Афанасий в центре города. Вдруг во двор вошли двое агрессивно настроенных парней. Я увидел, что один из них пробил машине колесо ножом. В этот момент Костя побежал за этими людьми. Я пока зашел, закрыл склад, закрыл магазин, можно сказать, переоделся и побежал тоже за Костей быстренько. Пьяных молочников увидели у магазина, расположенного неподалеку. Очевидцы говорят, что те и не думали скрываться. Уже подходя к магазину, они, эти двое, выходили нам навстречу. Получается, как вот они шли, Владимир был слева от меня, я. Они выходили навстречу. Я взял, схватил одного, прижал вот к тем перилам. Так, переклонил его и прижал. Он вот так вот закрылся. И вот это вот здесь было. Владимир, получается, отстал немножко. Он схватил этого. Буквально не прошло, еще меньше минуты прошло. Я слышал, что Володя когда кричал, что он меня пырнул ножом. Материалы медэкспертизы отчетливо показывают, в какое место пришелся удар. Константин сдернул с плеча ремень от барсетки и попытался перетянуть ногу выше раны. Через несколько минут подъехала карета скорой помощи. Действия врачей не поддавались логике. Через минуту-две приехала милиция. Где-то после милиции, минуты через три, приехала скорая помощь. Приехали, встали и стоят. Смотрят. Я им кричу, давайте носилки, что-то делайте. Они пошли, придащили носилки, ему погрузили. Они не наложили ни жгут, ничего. Просто так забрали его и увезли. Через полчаса родственникам сообщили о смерти Владимира. Причина – сильная кровопотеря и травматический шок. Жена погибшего бизнесмена Наталья говорит, что муж отличался прямолинейным характером. Рассказывает, что однажды в местном ресторане официанты не обслуживали их стол, поскольку в соседнем зале гуляла другая компания во главе с Ирланом Нигматулиным. В итоге Владимир вспылил и отпустил в адрес мест и знаменитости немало крепких выражений. В ту же ночь окна квартиры Крюковых в центре города обстреляли из травматического оружия. Кроме того, фамилия Владимира стояла под заявлением группы граждан, в числе которых была и жертва казахстанской карательной психиатрии Зинаида Мухортова на имя президента с требованием проверить факты коррупции депутата от Балхашского региона Ирлана Нигматулина. В условиях сильнейшей травли Владимир поддерживал Зинаиду материально и приезжал к ней в СИЗО. Наталья осталась одна с двумя детьми. Младшая дочка родилась всего две недели назад. Мы подумали, что если родится девочка, мы ее назовем Софья. Ну и поскольку у нас не Илья, а дочечка назвала ее Софьей. Я думаю, папа там, наверное, может быть даже раньше меня узнал, что у нас будет дочечка. Вообще хотели мы, конечно, троих репетишек. Надевайтесь. Все, помаши руку, маме. Все окей? Ой, молодец. Отлично. Владимир Крюков, как и тысячи соотечественников, начинал бизнес лихие 90-е с торговли жвачками и сникерсами. Сейчас магазин Афанасий пользуется доброй славой среди покупателей. Говорят, хочешь купить качественный товар, иди в Афанасий. Люди с громкими фамилиями, которым принадлежит почти весь Балхаш, интересовались магазином и раньше. Да и сейчас, после гибели мужа, говорит Наталья, ей поступают недвусмысленные намеки. Сейчас в городе идет суд над убийцей. Местная прокуратура переквалифицировала обвинение с убийства на причинение смерти по неосторожности и сняла обвинение в злостном хулиганстве. Почему? Представители обвинения не поясняют. Зинаида Мухортова, бывшая много лет адвокатом, считает поведение прокуроров, мягко говоря, странным. У меня, говорит, сложилось такое впечатление, что все-таки прокуратура пыталась любыми способами облегчить участь Исакова. С каких это соображений, как, что, я не знаю, я не могу судить, потому что я только вот факты излагаю, как... Зинаида Жуматаевна говорит, что в Балхаши подобные расправы вошли в норму. Их можно смело называть политическим заказом. Год назад был жестко убит сын подписанки того самого заявления президенту против Ерлана Нигматулина. Почему прокуратура встает на сторону убийцы Владимира Крюкова, пожалуй, несложно догадаться. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова